Всем привет, с вами Дженникус. Как вы знаете, на C2.2 для Mortal Kombat 11 анонсировали Шансуна, который будет доступен как первый DLC персонаж. Эффект от Шана был грандиозен, не в последнюю очередь благодаря тому, что его сыграл Кэрри Хироюки Тагава. Но прошло немного времени, мы успокоились и теперь можно поразмышлять с холодной головой. А как, черт возьми, они вообще будут реализовывать Шансуна? Давайте вспомним историю. В оригинальной трилогии Шансун мог превращаться во всех доступных игровых персонажей. Однако такое превращение кушает очень много ресурсов. Ведь представьте, перед загрузкой боя игра вынуждена специально для Шансуна загружать анимации всех остальных бойцов. В оригинальной трилогии была оцифрованная графика без использования 3D моделей. А значит и загрузки были не такими уж и долгими. Но в Mortal Kombat Deadly Alliance, Mortal Kombat Deception и Mortal Kombat Armageddon использовались 3D модели. И именно по этой причине тамошний Шансун был лишен спецприема морф, то есть превращения. Хотя по сюжету Шан все еще обладал такой способностью, но только в сюжете. Только в Mortal Kombat Deadly Alliance на Game Boy Advance Шансуну были доступны морфы, потому что графика там не использовала 3D модели. В Shaolin Manx Шансун мог превращаться в других бойцов, но это количество было сильно ограничено. В Mortal Kombat vs DC Universe Шансуну тоже был недоступен морф. В Mortal Kombat 9 морф был только у Шансуна под руководством искусственного интеллекта. Но он тоже включал не весь ростер, а всего лишь 3 персонажей. Тот с кем он дрался и еще 2 по рандому. Но в играбельном виде разработчики поступили очень умно, вспомнив, что Шансун не только морфится, но еще и способен похищать души. Именно этот спецприем и был реализован в 9 части Soul Steel, то есть кража души. Он на время становится своим оппонентом с бафнутым дамагом. Совершенно очевидно, что морф в любого персонажа ростера сейчас сделать невозможно, так как в таком случае загрузка боя шла бы гораздо дольше, чем сам бой. Поэтому логично предположить, что будет реализована либо атака Soul Steel, то есть кража души а-ля из Mortal Kombat 9, либо второй вариант кража способности, как была у Шинока в Mortal Kombat X. Но если верить утечке данных, то Шинок тоже будет среди играбельных персонажей, скорее всего в DLC. Конечно, об этом рано еще думать, но пока что кроме кражи души, по-видимому, нет больше технических возможностей к морфу. Поэтому на что хватит фантазии разработчиков, увидим еще не скоро, так как Шансун выйдет только как DLC персонаж. Второй вопрос на повестке дня. Трофеи. Да, я помню, что список трофеев уже выкладывался, но он немного измененный, был выложен сегодня на powerpix.com. Обычно этот ресурс не ошибается с трофеями для игр, которые еще не вышли, поэтому вероятность их подлинности довольно высока. Ссылка на трофеи будет в описании. Из этого списка можно отметить кое-что интересное. Во-первых, трофеи очень легкие, по всей видимости, заработать платину в МК-11 не составит никакого труда. Во-вторых, бронзовые трофеи даются за исполнение парочки фаталити одним персонажем, и таких трофеев ровно 24, включая коллектора и Ситрион. То есть, столько же, сколько персонажей в начальном ростере без учета Шао Кана. Что подтверждает, что в стартовом ростере нас действительно ждет не 29 героев, на что надеялись, а 25, и это с учетом Шао Кана. И нет, сектором тут и не пахнет. Ко всему прочему, все еще есть трофеи за исполнение 10 Мерси, то есть помилований. Но нет ни одного трофея за анималити или бабалити или фрэншип. Что странно, значит будет Мерси, но делать его нет смысла, так как ты просто оживляешь своего противника, ничего не получая взамен. Интересно, что трофей для Фрост назван Киберинишейтив, то есть название частично оправдывает слух, что Фрост подвергнется кибернетизации. Возможно, поэтому ее лицо и тело так тщательно скрывают в сюжетном ролике. Ко всему прочему, становится все правдоподобнее слух о том, что Фрост уйдет из Линквей и возглавит клан Текунин, присоединившись к Кронике. И именно этот клан мы видели в трейлерах, а вовсе не Линквей, но повторяю, это слух. Странным выглядит трофей тотальный дизреспект, победить противника Баг Воррой. Что это значит? Пока непонятно, есть два предположения. Первое, это название какого-нибудь оскорбительного бруталити, основанного на жуках. Второе, что тоже вероятно, отсылка к какому-нибудь спецприему с жуками, которые ее воскрешают. То есть, Деворе дадут вариацию, при которой она, как Джейсон в вариации неостановимой в Mortal Kombat X, в конце раунда, после поражения, сможет восстать из мертвых и победить, сделав тем самым тотальный дизреспект. И последняя странность, в списке только один золотой трофей за прохождение 250 башен. С чего бы это? Насколько эти трофеи настоящие, пока неизвестно. Но повторю, ресурс PowerPix обычно всегда выкатывает настоящие трофеи к играм. А дальше уже можно верить, можно нет. Всем спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok